Неосторожное обращение с огнём и нарушение правил противопожарной безопасности при использовании печей и электрооборудования. 395 пожаров произошло в области с начала этого года. Число возгораний, по словам специалистов, возросло более чем на 40% с аналогичным периодом прошлого года. Жаркие летние дни добавляют хлопот огнеборцам. Жителям региона в это время стоит быть на чеку и не пренебрегать правилами безопасности. Первые дни лета для огнеборцев выдались по-настоящему жаркими. Только в период с 29 по 4 июня на территории области произошло 33 пожара. К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода, а также с начала года зарегистрировано 395 пожаров, что способствует увеличению пожаров на 41,6% с аналогичным периодом за прошлый год. Также погибло за текущий период 18 человек, среди них 5 детей. Травмировано 9 человек, из них один ребёнок. В жаркие дни горел не только сухостой. Вызовы поступали и на тушение возгораний в жилых домах. К примеру, 2 июня пожар произошёл по адресу проспекта Бая, 24. На пятом этаже горела квартира. По прибытию на место было установлено, что в подсобном помещении на лестничной площадке произошло возгорание. Огонь перекинулся на шестой и седьмой этажи. Общая площадь, охваченная огнём, составила 12 квадратных метров. В ходе тушения пожара было эвакуировано 21 человек, спасено 8 человек, из них 5 детей. Также отравление угарным газом получили 4 человека, из них 3 детей. Для предупреждения также проведения агенционно-профессиональной работы, на территории Кустановской области создано 78 мобильных групп, которые проводят мониторинговые мероприятия. Специалисты ДЧС отмечают, что 70% всех пожаров приходится на жилой сектор. Основная причина – это нарушение правил противопожарной безопасности. По данным статистики, в 64 случаях возгорания происходили при эксплуатации печи. 45 – по причине нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. А вот основной причиной лесостепных пожаров послужило неосторожное обращение населения с огнём.